Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я долго думала, вставить ли маникюрчик просто в свой влог или снять полноценное отдельное видео. И потом я поняла, что лучше пусть это будет отдельное видео. Кому интересно, тот зайдет, а кому нет, тот пройдет мимо. В общем, в этот раз впервые мне просто очень надоел этот маникюрчик, поэтому мы его будем переделывать. Уже со вчерашнего вечера я планирую что-то себе переделать. Уже начала отдирать эти блесточки. Покажу вам исходный вариант. Гейлак я делала ровно месяц назад. В принципе, все хорошенько проносилось. Мне все нравится. Сколов, как всегда, нету. Эти стразы я начала отдирать уже с вчерашнего вечера. Так что сейчас будем переделывать. Хочу что-то нюдовое, постельное и округлить обязательно форму. Для начала нужно организовать рабочее пространство. Сегодня я буду делать гейлак в гостиной. Так как здесь и естественное освещение недалеко, я думаю, что будет светло и удобно. Девочки, я так обожаю порядок. Это вчера я наводила красоту и так приятно прям здесь лазить. Хочу протестировать вот эти безворсовые салфетки новые. Берем их. Также берем цвета. Все. Я еще думать буду, какой именно оттенок выберу. Знаю, что это постельное, но что именно, не знаю. Возьмем новенькую кисточку, хотела сказать. Пилочку. Гель для укрепления. Даже не знаю, брать или нет. В принципе, они у меня короткие будут. Знаете, мои хорошие, я тут смотрю, смотрю, высматриваю и понимаю, что цвет, который я хочу, его у меня, к сожалению, нет. Я хочу какой-то бежевый, но с мелкими блестками, такими вкраплениями. Я знала, что наподобие у меня ничего нету, но даже чего-то похожего у меня нет. Это все какое-то однообразное, на самом деле. Пора покупать новые гель-лаки. Здесь у меня стразы, всякие дизайны, но сегодня мне не хочется ничего такого. Просто хочу сделать мелкие блестки, чтобы было такое ощущение, что в гель-лаке есть какие-то вкрапления блесток. Здесь ничего подобного нету, поэтому просто беру себе кусачки, а все остальное вставляю. Это все нам не надо. И сразу на помощь пришел вот этот вот красавец, вот этот вот хулиган. Он тоже хочет маникюрчик, хочет нарастить себе ноготочки. Скажи, вместо этого все ноготочки мне срезают. Вот как мне защищаться? А, ну вот как? Фрезу тоже притащила. Теперь будем все делать поэтапно. Для начала нужно убрать вот эти вот стразы. Можно, конечно, сразу пройтись фрезой, но стразы могут отлететь так неудачно, что попасть, например, вам в глаз. Поэтому лучше это все убирать щипчиками. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Сняла покрытие. Смотрите, как аккуратненько. Ногти у меня все свои, не нарощенные. Просто каждый раз делаю гель-лак, делаю укрепления, они растут и не ломаются. Чтобы было не скучно, смотрю вот эту передачу, говорим и показом. Правда, это старые выпуски, жалко, что новых нету. Прям реально очень смешно. Такие вот прям ситуации жизненные. Смотришь и делаешь какой-то урок. И конечно мы пошли к юристу, пошли к риэлтору и нам посоветовали. Андрей, делай на маму дарение дома. А сын в этом доме живет? Придала форму свободному краю. У нас получилась форма миндаль. Я и хотела ее изначально. Хочу такие, знаете, нежные-нежные ноготочки. Прям нежнятина. Оттенок тоже выбрала вот этот вот. Вот он, правда, внутри немножко посветлее. И еще добавлю в него блестючки. Какие-то светлые блестки. Будет красиво на всех ногтях. Возможно на один какой-то дизайн. Но скорее всего все они будут одинаковые. Вот. Сейчас протестирую вот эти вот салфеточки. И пройдусь к лэнсерам по ногтям, чтобы обезжирить их. Так, все готово. Теперь наношу базу. У меня она от Blue Sky. Самая обычная. И топ тоже. Ой, это не тот топ, что я взяла. Вот, наношу праймер и другой топ. Это матовый. Он, кстати, ужасный. Просто выброшенный на ветер денюжки. Базу нанесла толстым слоем, но одним. Чтобы они были крепкие и не ломались, не крошились. Вот. Укрепление в этот раз делать не буду. И приступим непосредственно к нанесению вот такого вот красивого цвета. Но чего-то не хватает мне здесь. Что-то сверху надо бы добавить. Все ногти будут одного цвета. Дизайны я, скорее всего, делать никакие не буду. Просто надо перемешать. Мне в комментариях часто пишут, что Айка, они испортились. Когда я их получила впервые, они были в таком виде. То есть просто надо их время от времени перемешивать. Такой интересный цвет получается в лампе. Не знаю, почему. Такой неоновый. Я всегда сначала сушу вот эти четыре, а потом вот этот вот отдельно его. Я просто в восторге от этого цвета. Посмотрите, как красиво. Еще топа нету. Выравнивание еще будет. Но я хочу не просто топ, а смешать топ с блестками. Сейчас мы как раз-таки этим и займемся. Еще минуточку. И будет готово. Вот такой вот итог моей работы. Нужно теперь все это раскладывать по местам. Посмотрела две передачи, даже две с половиной. И получился такой вот нежный-нежный маникюрчик. Как вам? Без особых, знаете, страз, там, не знаю, наклеек, всяких слайдеров. Решила сделать просто вот такую вот классику. Обычно я такое не делаю. Я люблю яркое что-то, бросающееся в глаза. Но иногда надоедает и хочется чего-то такого обычного. Как вам? Пишите обязательно в комментариях. Кстати, вот эти безворсовые салфетки, они мне очень понравились. Отлично очищают ногти. В общем, я в восторге. Каждый раз, когда делаю себе новый маник, я прям такая радостная, как будто, не знаю, себе машину купила. На этом все, мои пупсики. Получилось, что я сделала ноготочки всего за 2 часа и 20 минут. Мне уже, видимо, Жали пишет. Я уже потихоньку двигаюсь к ней. Вы увидите это все во влоге. А здесь я с вами уже прощаюсь. Желаю вам приятного дня. Не забывайте заглядывать на мой канал, подписываться, ставить лайки. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok